Я уже делал на канале, причем не на этом, а на том, Линкен Симпсон, но я в описании этого видео оставлю ссылки Я рассказывал про напитки горилла, но я там не пробовал, я там рассказывал чисто свои ощущения В основном я там рассказывал про мяту, потому что он мой самый любимый А про вот этот, и плюс еще там с гранатом, и еще зеленый Я когда их пил, я себе на бумажку записывал И потом я в том видео просто рассказывал Но я этот напиток, этот апельсин, достаточно давно уже не пил, поэтому я сейчас хочу заново его попробовать И может быть у меня ощущения поменяются, не знаю Я его сейчас охладил, но наверное я его очень сильно охладил Сейчас на улице очень холодно, минус 15 градусов И он у меня стоял на окне, и сейчас он очень-очень холодный Очень-очень, прям как будто он только из морозилки И тут, знаете, прикол в том, что тут Сзади на каждом напитке что-то написано Например, здесь написано Еще одна тема от наших технологов Горилла на основе апельсина Если взять апельсиновый сок и соединить с беспощадной энергетической силой гориллы То на тебя обрушится мощный вкус и заряд двойной энергии Горилла с апельсином кайфован на вкус и по-прежнему вставляет на 2 часа дольше, чем обычный энергетик Горилла, те, кто с нами Вот, а на каком-то напитке было написано, что Горилла вставляет на 2 часа дольше, чем обычное пойло Пойло, представляете? И мне эта фраза так смешила, блин, пойло Запах хороший, апельсиновый Вот, обычное пойло Мне так смешила эта фраза, блин На какой банке это написано? По-моему, как раз на моей любимой горилле С мятой, или нет? Вставляет дольше, чем обычное пойло Эта фраза вообще, блин, меня так убила И мне сразу понравилась Где моя чашечка? Вот Хороший апельсиновый запах Мне нравится Желтенький Ну-ка Ну, это и я Кто видео не пересматривал Потому что там я рассказывал о нескольких разных напитках Напитках Я уже особо не помню свои ощущения Но сейчас у меня ощущения такие То, что Достаточно хороший вкус Апельсина Апельсина Ну, опять же Я вот люблю хуч апельсин Но хуч, в отличие от этого напитка Он с алкоголем А этот безалкогольный Вот Хуч с апельсином мне нравится На 10 из 10 Потому что там ярко выраженный Очень сладкий, сочный вкус апельсина Но тут нет Да, тут есть вкус апельсина Но очень Он такое впечатление, как будто он разбавленный водой То есть, да, он приятный Да, он сочный Но не такой уж прям очень Не такой уж прям сильный Не знаю Может быть, я бы поставил, знаете Ну, в принципе Более-менее Такой он Не знаю Я бы ему поставил даже Не 5 Потому что более 5 баллов Это было бы посередине Как-то более-менее, да Вот Ну, чуть больше Можно 6-6 ему поставить Вот В принципе, да Достаточно хороший Но не особо уж прям так То есть Ну, обычно 5 баллов Это такой средний балл Который Выражает мое Такое Ощущение От того-то, что Ну, как-то Ну, можно купить Можно не купить То есть, 50 на 50 Да Но я бы ему поставил Чуть больше, чем 5 Например, 6 Потому что он все-таки Чуть больше мне нравится Чем 50 на 50 Шестерку бы поставил В принципе Это, наверное, и хорошо То, что он По вкусу Как будто он разбавленный водой Потому что Это значит то, что В нем не очень много Всякой вот этой химии Усилителей вкуса Поэтому он не особо Собственно вкусный Из-за этого Вот Возможно, это и лучше Так что Да, шестерка Вот И я Наверное, я как-то То есть, то видео у меня было Обо всех напитках А теперь я, наверное, буду делать О каждом напитке отдельно Потому что То видео Это я как бы Понимаете То видео было Это что Вот я До съемок видео Как-то пробовал напитки Периодически я их покупал И я записывал Свои ощущения на бумажку И потом я эти ощущения Читал по бумажке Это совершенно не то, правильно? Лучше сразу Вот так вот На видео попробовать И рассказать Как бы Сразу вот свежее Вот только что попробовал Сразу дал оценку Сразу рассказал Поэтому то по бумажке Это было не то Вот Сейчас давайте Для интереса То видео посмотрим Какую я там оценку поставил Но я предполагаю Так то, что Десять я ему по-любому Не мог поставить Девять тоже, вряд ли Восемь тоже Потому что все-таки Восемь это достаточно Высокая оценка для меня Но он не такой уж вкусный Я тоже, наверное, ему Шесть поставил Или семь, например Или Ну шесть с половиной Или пять с половиной Я бы не поставил Половинки я не люблю ставить Пять я бы ему тоже Сто пудов бы не поставил Потому что он мне Все-таки чуть побольше нравится Чем пятьдесят на пятьдесят Пятьдесят на пятьдесят Это когда ты, в принципе Равнодушен к какому-то напитку Да, можно пить Можно не пить Но этот мне все-таки Чуть больше нравится Да и опять же, то видео, какую бы я там оценку не поставил, все равно ее особо серьезно принимать не надо, потому что, я говорю, там же я его не сразу пил, делал оценку, а там я читал по бумажке о своих ощущениях и давал оценку. Это совершенно другое. Вот. Так что ту оценку, какая бы она ни была, ее можно как бы не считать, потому что там я просто рассказывал о своих ощущениях, какие у меня от напитка. Вот. Так что я лучше тоже по остальным сделаю отдельное видео и также дам оценку сразу его попробую и скажу. Вот. Так что, ну в принципе, если вы любите напитки с алкоголем, то я бы вам порекомендовал хучу апельсин. Если вы с алкоголем не любите, тогда пейте вот этот безалкогольный, тоже достаточно вкусный. Вот. Хотя вы можете сказать, то что, Толян, 10 баллов, хучу, этому 6, это большая разница. Почему ты его тоже советуешь? Ну потому что, ну он в принципе тоже достаточно хороший. Просто мне нравится хучу больше, потому что там ярко выраженный, сочный, вкусный апельсин, плюс тот напиток еще алкогольный. Понимаете? А мне больше нравится пить алкогольные напитки, вот, чем безалкогольные. Потому что алкогольные вставляют. Поэтому я его оцениваю больше. Еще из-за этого тоже, не только из-за вкуса. Вот. Так что, как тут говорится, прибудет с вами сила гориллы на основе апельсина. Что-то типа того. Или тут это не написано. Короче, пусть вас вставят конкретно. Вот. Всем всего хорошего и пока.